Всем привет! У нас на канале есть огромный обзор Opel Astra H, а сегодня мы нацелены сделать подробнейшее рассмотрение Opel Astra J. Давайте посмотрим, сколько же недостатков скопилось в этой модели. Давайте их посчитаем. Итак, встречаем Opel Astra J. Астра J поступила в продажу в конце 2009 года, а в 2015 году в мае уступила место новой модели, а рестайлинг случился осенью 2012 года. Как и предшественница, Opel Astra J продавалась в кузовах 5-дверный хэтчбек, универсал и седан. Купе хэтчбек GTC трехдверный получил спортивную подвеску и более яркую внешность. А кабриолета в этом поколении формально не было. Его заменила модель каскада, которая во многом та же Astra J. Opel Astra J довольно средне защищен от коррозии. Все неприятности с коррозией начинаются с нищей. Его надо основательно осмотреть. А снаружи привлекают внимание отшелушивающиеся точки краски в тех местах, где есть воздействие песка. Это пороги, уголки передних крыльев и задних колесных арок вдоль стыков с бамперами. Также сегодня нередко вспущивается краска на нижних краях дверей. Обращайте внимание на слой герметика вдоль завальцовки дверной панели. То же самое касается нижнего внутреннего края задних, то есть багажных дверок хэтчбеков и универсала. Крышки багажника седана. Зато фурнитура кузова, замки, дверные петли и ограничители, уплотнители дверных проемов, дверные ручки, кнопка замка багажника служат в основном без проблем и поломок. Единственное, что сервопривод замка лючка бензобака может отказать. Либо лючок не откроется, либо его защелка не сработает. Но это известная проблема и связана с разрушением угольных щеток в сервоприводе. Но не беда, коллектор со щетками можно заказать в Китае. Правда, придется ждать доставки. Поэтому эту проблему лучше решить заранее, превентивно, пока еще лючок открывается. Фары у Opel Astra J обычно служат без проблем, а помутневшие плафоны говорят о больших трассовых пробегах. Кстати, у этой модели есть опциональные фары, адаптивные AFL. Из-за влаги в этой системе выходят из строя дорогущие датчики положения кузова, стоят $100 и $170. Заменителей нет, есть только оригинал. Заклинившие линзы адаптивных фар можно починить, разобрав корпуса этих фар. В данном случае у нас фары абсолютно обычные. Оригинальное лобовое стекло Opel Astra J слабовато, царапается и даже трескается под воздействием камешков. Инженеры и дизайнеры Opel явно стремились к тому, чтобы салон Opel Astra J отличался от конкурентов в более премиальную сторону. Кстати, субъективно салон тесноват, да и объективно тоже. У скучного Golf тех же лет и салон, и багажник больше и вместительнее. Материалы отделки интерьера у Astra J неплохие и хорошо выдерживают проверку временем. Окрашенные и покрытые хромом элементы декора долго сохраняют первоначальный вид. Царапины на них, особенно на горизонтальных пластиковых поверхностях, отражают лишь аккуратность владельца. Мотор-вентилятор, рулевой шлейф и мультимедийная система служат долго и неизвестны систематическими проблемами. Опыт владельцев Opel Astra J говорит о том, что какой бы мотор не стоял под капотом, внимание и ремонт потребует всё, что связано с системой охлаждения. Например, трубочка, подключенная от дроссельной заслонки к термостату обязательно потечет. Также стоит ждать течей по прокладкам, помпам, термостатам, фланцам и тройникам, штуцерам подключения к радиатору и корпусу термостата. На турбированных моторах к картриджу турбины подключены не только масляные магистрали, но и трубки, по которым идёт антифриз. За ними тоже надо пристально следить, потому что они вместе с турбиной сверху прикрыты термоэкраном. Опять же, с возрастом может треснуть расширительный бачок в системе охлаждения. Или из-за неисправного датчика уровня охлаждающей жидкости будет постоянно гореть сообщение о низком уровне этой жидкости в системе охлаждения. Кстати, бачок расширительный у всех Astro-J одинаковый, а вот другие элементы системы охлаждения, естественно, разные. Как правило, наибольшая вероятность течей именно у бензиновых моторов. Грубо говоря, за пять лет эксплуатации многое придется поменять. Но это не особо хлопотно и не особо дорого. А вот про магистрали охлаждения автоматических трансмиссий мы вам отдельно расскажем. Еще у бензиновых моторов, как у атмосферных, так и турбированных, довольно горячие термостаты с температурой открытия на 105 градусов. В этом нет ничего плохого, но основной радиатор охлаждения должен быть абсолютно чистым. Вентилятор исправным, и с заменой масла не стоит затягивать более 10 тысяч километров или 7500 для турбомоторов. Еще есть вариант установки более холодных термостатов или перепрошивка их через ЭБУ. Да, так называемая перепрошивка термостата на меньшую температуру открытия возможна, так как они управляемые. А более холодные термостаты предлагают не оригинальные производители. Поэтому необязательно искать более холодный термостат с такого же мотора, но другой модели Opel. На неисправность термостата указывает появление сообщения на дисплее, подходит время техобслуживания и постоянно работающий основной радиатор. Добавим, что бортовой компьютер можно перепрошить так, чтобы он показывал реальную температуру охлаждающей жидкости, также показывал температуру АТФ в АКПП и напряжение аккумулятора. Пожалуй, стоит объединить рассказ про теплообменники моторов атмосферных 1.6 и 1.8 и, конечно, турбированных 1.4. Естественно, теплообменники у этих моторов разные. У атмосферников это прикрученный к блоку цилиндров алюминиевый радиатор, на который прикреплен корпус масляного фильтра. У 1.4 Turbo теплообменник прикручен к стакану масляного фильтра. У турбомотора из-за состаривания прокладок масло начинает течь наружу. У атмосферников, а также у созданного на их основе 1.6 Turbo из-за затвердевания прокладок масло и антифриз могут смешаться, то есть попасть в соседние контуры. Чтобы потом не отмывать всю систему охлаждения и не удивляться антифризу в поддоне, надо обязательно менять прокладки эти именно для моторов 1.6 и 1.8 раз сто тысяч километров. При замене прокладок надо обязательно осмотреть на предмет деформации теплообменника, но на глаз это очень сложно определить. Еще одно дополнение – эмульсия в расширительном бачке бензиновых двигателей Opel Astra J – это к прокладкам теплообменников. А вот если в Opel Astra J в моторе 1.4 Turbo уровень антифриза уходит, а также на пробке маслозаливной горловины появилась эмульсия и еще увеличился уровень масла в поддоне, то тогда придется менять прокладку всей передней крышки двигателя. Спереди на крышке мотора находится помпа, позади нее канал антифриза. Именно в этом месте уплотненном одной общей прокладкой и начинается течь. Бензиновые атмосферные двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра – это братья-близнецы. На самом деле неприхотливые моторы и все проблемы, которые с ними возникают, скорее всего возникают из-за естественного старения. Раз в сто – сто пятьдесят тысяч километров придется уделить время мембране ВКГ, которая встроена в клапанную крышку. Про теплообменник мы уже рассказывали. Также не забываем про модульную катушку зажигания, которую убивают хреновые свечи зажигания. Также не забываем про ременной привод ГРМ. Плюс при больших пробегах придется заменить прокладку масляного насоса. Да, она находится в передней крышке, поэтому этот ремонт лучше всего привязать к замене ремня ГРМ. Кстати, у нас на канале есть подробнейшие обзоры двигателей 1.6 MPI и 1.8 MPI, а также есть обзор турбированного мотора объемом 1.6, который создан на их основе. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш канал. Поначалу двигатели 1.4 Turbo под капотами автомобилей Opel и Astra G в частности показались крайне ненадежными. Но несмотря на все проблемы, эти двигатели не развалились и продолжают служить еще и по сей день. Так вот, многие проблемы убивает более частая замена масла. При очень больших пробегах появляются течи масла по сальнику коленвала, по прокладке клапанной крышки, по клапанам фазовращателей, надо менять уплотнительные кольца. А если начнут потеть трубки подачи масла в картридж турбины, то нужно менять прокладку и колечки на трубках возврата и подачи масла соответственно. Но лучше замените сами трубки подачи и слива масла. Еще у мотора 1.4 Turbo изощренная система вентиляции картерных газов, в которой со временем лопаются или просто изнашиваются простенькие мембранные клапаны. Это так называемый грибовидный клапан во впускном коллекторе под штуцером, в который подключается трубка ВКГ. Еще клапаны есть в самой трубке и в клапанной крышке. Когда какой-то из них лопнет, возникнут ошибки, связанные с подсосом воздуха. Недорогие и доступные решения, то есть сами клапаны и неоригинальная трубка давно есть в продаже. Довольно распространенная проблема у двигателя 1.4 Turbo – это неисправность клапана адсорбера, то есть клапана системы улавливания паров топлива. При такой неисправности возникает ошибка P0171, которая говорит о бедной топливной смеси. При такой ошибке клапан постоянно открыт, двигатель тянет воздух из системы улавливания паров бензина. В таком случае клапан этот будет щелкать, а также крышка бака будет открываться с хлопком из-за разряжения в ней. Новый клапан стоит $40, и клапан исправный не должен продуваться вообще. Если мотор жалуется на бедную смесь, но ничего не указывает на подсос воздуха из системы вентиляции, ищите просачивание воздуха во впуск через задубевшие прокладки изношенной впускного коллектора. Этот мотор оснащен цепью ГРМ, и цепь ходит примерно 150 тысяч километров. Когда изнашивается, растягивается, начинает грохотать. Лучше с заменой не затягивать, потому что кроме угрозы перескока вы получаете изношенные шестерни, то есть шестерню коленвала и шестерни обоих фазовращателей. Об этом и многом другом мы рассказали в подробнейшем обзоре на нашем канале. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Во-первых, нам это поможет в продвижении канала, а во-вторых, это поможет вам быть в курсе очень точной технической информации по очень многим автомобилям, двигателям и КПП. Самые младшие двигатели для Astra J – это атмосферники 1.4 Ecoflex, близкие родственники вот этого двигателя 1.4 Turbo, только с упрощенной системой ВКГ и без турбины. Opel Astra J является обладателем очень редкого бензинового впрыскового двигателя объемом 1.6. Он называется 1.6 SIDI и выпускался всего полтора года – с апреля 2013 по 2015 год. Этот двигатель получился сырым и неудачным. Цепь ГРМ ходит недолго, впускные клапаны покрываются нагаром и зависают, поршни прогорают и разрушаются. Но вот зато блок и коленно-поршневая группа действительно надежны и на их базе строят глубоко тюнингованные двигатели, трехсотсильные. Ну, а сейчас поговорим о дизельных двигателях. Самый младший, объемом 1.3, мощностью 95 лошадиных сил. Этот двигатель был разработан инженерами компании Fiat. Мнения о нем противоречивые, хотя на коммерческой технике он ходит и по 500 тысяч километров. Да, он на такое способен. Пожалуй, все, что может довести его до капремонта – это обрыв цепи и экономия на обслуживании. Ну, это естественно. И у нас на канале есть подробнейший обзор этого маленького итальянского чуда. Если еще не подписаны, подпишитесь. 1.7-литровый турбодизель устанавливали практически во все годы выпуска AstraJ. Этот двигатель был разработан компанией Isuzu. У него ременной привод ГРМ и чугунный блок. В принципе, годный двигатель без каких-либо явных недостатков. Топливная система может быть как от Denso, так и от Bosch. Обо всем этом и обо многих других нюансах мы рассказали в нашем подробнейшем обзоре на канале. Если интересно, обязательно поищите. Двухлитровый турбодизель Opel AstraJ встречается редко, но на самом деле его устанавливали на протяжении всего выпуска этой модели. Лишь битурбированная версия появилась позже, в апреле 2013 года. Так вот, это тоже детище компании Fiat. Все с этим двигателем неплохо. Это глубоко модернизированный 1.9 CDTI. Но есть несколько моментов, которые редко требуют вмешательства. Причем вмешательства копеечного. Например, из-за резинки на маслозаборнике, то есть износившейся резинки, двигатель может погибнуть. То есть это приведет к износу шатунных вкладышей. Обо всем об этом мы рассказали в нашем подробнейшем обзоре. Обязательно посмотрите. Двигатели 1.6 MPI, 1.8 MPI, а также дизельные 1.3 CDTI перекочевали с Opel Astra H, а вместе с ними и 5-ступенчатая механическая трансмиссия F17. Так вот, у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Мы там все очень подробно рассказали. Эта трансмиссия, есть примеры, когда прошла более 300 тысяч километров. Но вообще расслабляться с ней не стоит. Обязательно прислушивайтесь к ней на своей машине, либо при покупке автомобиля. А также обращайте внимание на стружку в масле, когда меняете масло. Шестиступенчатая механика, вот как в нашем случае М32, шла в паре с двигателями 1.4 Turbo и 1.6 Turbo. Тоже не подарок. Подшипники слабоваты. В общем, присмотр и уход с заменой масла нужен и ей. Мы тоже ее разобрали. То есть вскрытие этой трансмиссии вы можете посмотреть у нас на канале. Хорошо себя зарекомендовала только другая шестиступенчатая МКПП. Это трансмиссия F40, которая ставилась в паре с двигателями 2.0 турбодизельным и редким двухлитровым бензиновым турбомотором. В общем, износ подшипников ей не угрожает. И подробнейший обзор у нас есть на канале. Для бензиновых двигателей концерн GM в сотрудничестве с Ford разработал свою собственную автоматическую трансмиссию 6T. Но, к сожалению, эта трансмиссия получилась не совсем удачной. Она очень не радовала в первые годы. Но все проблемы решались по гарантии. Да, ее точечно улучшали. Но автомат 6T все равно нуждается в замене масла каждые 30 тысяч километров. Достаточно частичной замены. А пинки и задержки при включении режимов, а также удары при переключении передач почти гарантированно являются вестниками капитального ремонта трансмиссии. В общем, автоматическая трансмиссия Astra J получилась не совсем удачной. А вот с двухлитровым дизелем установлена совсем другая трансмиссия от Aisin. И от нее можно ждать адекватного ресурса и надежности. Кому интересно, у нас на канале есть ее подробнейший обзор. А те, кто еще не подписался, подпишитесь. И еще у Opel Astra J, которые были выпущены с 2010 по 2014 годы с турбомоторами и АКПП семейства 6T, по гарантии меняли маслопроводы охлаждения АКПП. Там всего два маслопровода, которые идут от автомата непосредственно до термостата, который находится с водительской стороны перед радиатором охлаждения автомата. Так вот, эти маслопроводы состоят из алюминиевых трубок и резиновых шлангов. И течь как раз-таки образовывается по завальцовке. На машинах с такой проблемой вот эти маслопроводы меняли по отзывной кампании. Но практика показывает, что на Astra J любых версий трубки охлаждения начинают течь при пробегах более 150 тысяч километров. Причем вытекание TF может появиться как по соединению трубок со шлангами, так и в местах соединения трубок с термостатом или непосредственно на входе в основной радиатор. Все зависит от того, как организовано охлаждение на конкретной версии Astra J. В общем, замыслопроводами надо следить. По ним циркулирует АТФ и не ездить с постоянными запотеваниями. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать вот об этом автомобиле. Помните, что в АвтоСтронге помимо очень качественных БУ запчастей есть еще и новые, а также есть технические жидкости, а также есть еще подразделения МотоСтронг. Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов в отличном состоянии. Нужен байк обязательно в МотоСтронг. Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Тормозные суппорты Opel Astra J известны тем, что начинают бряцать на неровностях. В первую очередь это касается скоб задних тормозов, а происходит это, потому что смазка направляющих пальцев высыхает, исчезает. Направляющие изнашиваются, увеличивается люфт, соответственно, и громкость бряцанья. Что с этим делают? Многие владельцы натягивают пружинки от плавающей скобы к неподвижной части суппорта. Такие пружинки видны сквозь спицы литых дисков. По-хорошему нужно менять ремкомплекты суппортов и смазывать их подходящей смазкой. Но дело в том, что направляющие в оригинальных ремкомплектах слишком мягкие и быстро стираются, особенно без смазки. Поэтому стук может вернуться через 30 тысяч километров. Иногда владельцы заказывают направляющие у знакомых токарей. И вот эти пальцы ходят несравнимо дольше. Кстати, если тормоза вашей машины не гремят, то вам повезло. Они получили улучшенные скобы и улучшенные пыльники направляющих. AstraJay оснащалась только электрической рулевой рейкой. И с этой рейкой нет практически никаких проблем. Даже если застучит от этого не застрахована ни одна рейка в мире, она легко реставрируется. И самое главное, что без проблем. А электрическая часть рейки довольно-таки на редкость надежная. Спереди у Opel AstraJay стойки Макферсона. И в нашей версии кузова здесь подвеска довольно-таки обычная. Но у версии GTC поворотный кулак сделан таким образом, что он поворачивается отдельно от амортизационной стойки и вообще вынесет ближе к центральной вертикальной плоскости вращения колеса. Там куча шаровых опор и прочих пальцев. Но такая конструкция надежная. То есть у Opel AstraJay GTC нижний рычаг без шаровой опоры. Пружины и амортизаторы свои. Сайлентблоки нижнего рычага детализируются отдельно. То есть их можно без проблем купить по оригиналу. Оригинальный задний дороговат, стоит 160 долларов, передний 25 долларов. Заменителей предостаточно. В целом подвеска Opel AstraJay надежная. Но раз в 50 тысяч попросятся на замену стойки переднего стабилизатора. Они бывают по оригиналу пластиковые. За неоригинал 8 долларов, за оригинал 25 долларов. Задние и передние ступичные подшипники не отделимы от ступиц. И поэтому стоит очень дорого – по 350 долларов за оригинал. Заменители начинаются от 50. У всех Opel AstraJay задняя подвеска представляет из себя скручиваемую балку с механизмом УАТТО. Всё это призвано сохранить комфорт, управляемость и плавность многорычажки. По крайней мере, так обещали пресс-релизы. Но хозяева Opel AstraJay подтверждают эту информацию. Зато в задней подвеске всего два сайленблока – это втулки-балки. Они даже в оригинале продаются отдельно по 50 долларов за штуку. У них есть много заменителей. Ещё износу подвержен шарнир рычажного механизма УАТТО. Он стоит от 30 до 70 долларов. Opel AstraJay оснащались пассивными амортизаторами FlexRide. Но, пожалуй, на сегодняшний день их ни на одной машине не встретишь, потому что их заменили на обычные пассивные. Эти адаптивные не отличаются большим сроком службы, а стоят тысячи долларов за штуку и никому не нужны. Получается, что Opel AstraJay менее капризная, чем Opel AstraH. Но, к сожалению, у этого автомобиля нет беспроигрышных вариантов с бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией, потому что автоматическая трансмиссия собственной разработки не отличается надёжностью, а дизельные двигатели встречаются на вторичке крайне редко. Но версия GTC пользуется завидной популярностью. Ну а как вам этот автомобиль? Хотели бы его приобрести на вторичном рынке? Обязательно напишите об этом в комментарии. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам нужна обязательно ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».